Здравствуйте, дорогие сограждане! Сегодня воскресенье 26 апреля. Я смотрю, сегодня меньше народу. Почти никого нету. Не как вчера. Дети тоже должны быть в маскерах. Посмотрим, в чём они. Да, да, дети тоже в маскерах. С собачками. Всё закрыто. Я вышла выпить кофе. Надеялась, что бары пастичерея. Как её называется? Пастичерея – это где всякие сладости продают. Торты, пирожные. Но, к сожалению, закрыто было. Было закрыто. Было открыто только, где мороженое на вынос. Но где мороженое не продают кофе. Думала, сегодня, наконец-то, через два месяца выпью кофе. Потому что я дома не люблю пить кофе. Хотя бы кофе я оставляю для бара. Люблю пить в баре. Это тоже такое маленькое социальное счастье, стабильность. Потому что домашний кофе, он не получается таким вкусным, как в баре. Как говорил мой бывший мужчина, 15 лет назад, он говорил, ой, у тебя не кофе получается, а цветная вода коричневая. Вот поэтому сейчас спросила в одной аптеке маски. Я хотела сразу купить одну пачку масок, где 50 штук. Хотя они продают по одной штуке 2 евро сейчас. Я не хочу брать штучно, потому что они, наверное, руками будут трогать. Где перчатками трогали деньги. В одних и тех же перчатках они трогают бумажные деньги, монеты целыми днями. Я бы не хотела надевать на свой рот и нос маску, которые притрагивались грязными перчатками. Я думаю, они не меняют каждые полчаса перчатки фармачисты и аптекари. Но, к сожалению, вижу, что аптеки закрыты. Придется завтра тогда. Вот они цветы весенние, виоловые, коралловые. Вот я снова, как всегда, около манго. Цветы, цветочки. Какая красота. Сегодня, я смотрю, намного меньше народу, чем вчера. Вчера было намного больше народу. Может, потому что вчера было тепло, безветрано, и все высыпали на улицу на Шакамонну. Наш Педроки. Бар Педроки, который... Который... Был полным-полно миллион туристов. Маленький мальчик играет. Да, сегодня намного... Что это? От ветра шумит какой-то металл. На ветру колышется. Как бы не упало на голову кому-то. Вон и супермаркет закрыт. Этот супермаркет всегда был открыт до девяти вечера. Супермаркет в центре ПАМ. Он никогда не был закрыт. Вот он. Вот она водичка, фонтанчик. Водичка, водичка, утеки. Все болезни, все нездоровье унеси. Утеки водичка. Посмотрим, что тут Манго выставила на свою витрину. Понятно, что это такое. Полуботинки, что ли, или носки с ботинками. А, полуботинки. Не, мне такие узконосые не нравятся. В них так нога устает. Вот он, наш Педроки. Это персиковый цвет. Как красиво. Летом люблю такой цвет. Ногти красить. Свежий такой. Ну, какие еще новости происходят в Италии. Все готовимся к закрытию карантина. К выходу из карантина 4 мая. 4 мая. Наконец-то можем поехать на море с 4 мая. Вот она, как всегда, наша Зара. Как жаль, что фармачье закрыто. Я хотела взять эти маски. Сразу 50 штук. Если по 2 евро, будет 100 евро. Я хочу... Я бы хотела не рисковать. И заранее купить эти маски. Я раньше тоже 2 пачки масок купила еще в январе. Как бы предчувствовала, что это случится в Италии. Насмотревшись на все новости. На все новости из Ухани, из Китая. Прекрасно знала, что вся эта эпидемия придет вместе с миллионами китайцами-туристами. Они проезжали, пролетали сюда до середины февраля. Через другие страны. Даже если итальянская авиалиния была закрыта с Китаем. Где-то с 31 марта. Ой, с 31 января. Когда первые 2 китайца попали к нам в больницу в Рим. 2 туриста. Муж и жена с коронавирусом. Они 2 месяца провели в больнице инфекционной. В Риме. Сразу закрыли воздушные линии. Но я потом была на мой день рождения 12 февраля в горах. Куртина Диампетсу. Это горы нашего региона, Венету. Очень дорогой корнолыжный спорт. Там очень дорогие дома. Все дорого. Я там увидела на дороге целую группу туристов-китайцев. Перепугалась. Перешла на другую улицу. Это еще 12 февраля. Еще когда не началась эпидемия в Италии. Эпидемия в Италии началась 21 февраля. Когда умер самый первый мужчина у нас именно в Венету от этого коронавируса. И даже больницу закрыли, где он умер, на карантин. На две недели, потому что были заражены и медики, и медсестры. Ой, боже мой, как жарко. Хотя 19 градусов, но такая жара какая-то. Это, наверное, жарко из-за маски. Вон еще одна аптека есть. Я хочу посмотреть, открыта она или не открыта. Может, откроется в 3.30. Но обычно те аптеки, которые я только что прошла, центральные, они без перерыва всегда работали. Так, посмотрим, что здесь. Ой, как жарко. Дышать нечем. Как же мы летом-то будем носить эти маски. Вроде закрыто. Что-то дверь закрыта. Никто не заходит, не выходит. Была только одна аптека открыта, но там не было таких хирургических масок. Там были маски с фильтрами по 7 евро. Я бы хотела вот такие вот. Ну, закрыто, конечно. Формачей де Турну. Вот такие вот дела. Желаю всем здоровья, фортуны, удачи. А вон, где флаги со всего мира висят, это вот Бертранд Рассел. Там учат итальянскому языку студентов. Дают комнату, жить в квартире с итальянцами. И, по-моему, раньше я училась, 20 лет назад, 500 долларов в неделю. Так что можно там выучиться итальянскому языку.